приветствую братья и сестры мы еще один день имеем пред господом это милость божия в один из дней самолет вылетал из нью-йорка и когда он подымался он встретился со стаей гусей эти гуси они уничтожили две турбины и самолет еще не успел взлететь и двигатели отказали и все понимали что сейчас неминуемая смерть потому что над тобою жилые кварталы города но произошло то что пилот выровнял самолет и этот самолет упал в гудзоновая реку гудзоновая река это на газетах писали что это гудзоновое чудо и самолет плавно приземлился и как ни странно все люди спаслись все люди спасены и когда спрашивали что они чувствовали и одного человека который был в этом самолете он сказал такие слова мы получили особую милость мы получили особую милость этот человек увидел в этом событии милость чувствуйте видите ли вот эту милость божию вокруг себя вы братья и сестры и когда после этого момента как человек начинает ценить своей жизни каждым днем даром нам дарованным богом это дар милости божий братья и сестры дар милости божий без милости божий мы бы не были бы здесь наш мир бы давно уже погиб но изилась вот эта милость божия к нам братья и сестры я бы хотел прочитать место священного писания которое записано книга плача и ремии 3 глава 21 стиха и ниже вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю он разговаривает сердцем своим братья и сестры по милости господа мы не исчезли ибо милосердие его не истощилось оно обновляется каждое утро велика верность твоя господь часть моя говорит душа моя и так буду надеяться на него благ господь надеющим на него и к душе ищущий его вот как отписал пророк иеремия по милости господа мы не исчезли милость его не истощилась братья и сестры это как океан когда мы там находимся волны бегут когда мы спим волны бегут когда мы находимся в другом месте а эти волны продолжают продолжают идти это милость она никогда не истощается она явлена нам грешным людям вот что такое милость не истощается божия милость к нам грешным людям она обновляется каждое утро велика верность нашего господа братья и сестры мы должны быть особенно благодарны богу за эту чудную милость в реврейском слове речи или словаре есть такие слова хен и хисет означает как милость хен это благосклонность расположение к человеку вот даже вспомним такой пример когда бытие в девятнадцатой главе читаем шестнадцатым стихом такие слова и как он медлил то мужитие по милости к нему взяли за руки его и жену его двух двочерей его и вывели его и поставили вне города и сказали ему спасайся на гору а этот человек говорит такие слова нет владыка но вот раб твой обрел благ благоволение перед очами твоими и велика милость твоя он еще торгуется когда гнев божий уже начинается изливать знаете бог идет по милости по милости к этому человеку ради авраама хотя и он слово божие говорит что он был праведным человеком по милости к нему бог явил эту милость благословность вот этого слова как написано хен благословность расположение к этому человеку или как книга бытие мы читаем что и был господь с иосемь и простер к нему милость милость к нему простер бог являет милость к этому человеку потому что он особо его любил слово хесет поступок вознаграждающий так как за преданность за искренность или за оказанную помощь когда мы читаем от бытия 24 глава когда раб поехал чтобы привести сыну исааку невесту это сын авраама то мы читаем здесь такие слова сказано и сказал господи боже господина моего авраама пошли ее сегодня навстречу навстречу мне и сотвори милость господином твоим авраамом он просит этой милости бог посылает эту милость он уже послал своего ангела чтобы ответить на раба своего авраама который был верен ему даровал вот эту милость сотвори и господь это сотворил еще одно место тоже написано это говорится о давиде и на фане когда они были в этой дружбе и когда она фан еще был живой 1 царь 20 глава 8 стихом смотрите что он говорит ты же сделай милость рабу твоему сделай милость рабу твоему и другой стих мы читаем если я буду еще жив окажи мне милость если умру не отними милости твоей от дома моего знаете и давид это сделал помните что он посадил сына и на фана за столом где сидели военачальники где сидели сыновья царя где сидели старейшины может быть высокие люди этот человек оказана была особая милость он оказался за столом у давида это была особая милость еще слово хестец свидетельствует о любви употребляется со сходственным одного слова которое звучит так рахамим означает прежде всего милость и сострадание вот это слово оно обозначает прежде всего милость и сострадание когда мы читаем псалмы давида псалом 50 третьим стихом там написаны такие слова давид кается в своих грехах и беззакониях он целый год тянул не раскаивался пред богом и потом он говорит такие слова помилуй меня боже по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих изгладь все беззакония мои братья и сестры по множеству милости о это милость божия как она велика сколько она простила и будет прощать наши грехи беззакония о благодать спасен христом мы пели вот эту песнь о благодати божией дальше мы читаем еще одно слово в синодальном переводе вот это слово харис оно еще одно имеет значение которое переводится благодать братья и сестры что такое благодать это это незаслуженная милость как они связаны с этим словом братья и сестры благодать это незаслуженная милость когда мы читаем деяния 7 главе 46 стихом здесь говорится сей обрет обрел благодать пред богом и молил чтобы найти жилище богу израилеву он обрел благодать пред богом братья и сестры это благодать божия как она велика как эти волны которые идут и идут и покрывают все наши грехи беззакония или как слово ваше да будет всегда приправлено благодатью благодатью в нашей жизни бог являет свою милость к нам руководствуясь любовью братья и сестры и состраданием если мы читаем псалом 102 8 стиха мы читаем щедр и милостив господь долго терпелив много милостив и не до конца гневается и не вовек негодует вот какой наш бог братья и сестры вот какая его милость вот его какая благодать братья и сестры в одиннадцатом стихом этого же псалма 102 написано ибо как высоко небо над землею так велика милость господа кому боящимся его братья и сестры тринадцатый стих смотрите как отец милует сынов так милует господь кого боящихся его братья и сестры семнадцатый стих еще раз милость милость господня от века и до века боящимся его вот это милость божия братья и сестры бог он говорит кого миловать помилую кого пожалеть пожалею он источник вот этой милости и источник благодати и источник утешения человек ничем не заслуживает братья и сестры этой милости почему потому что все люди согрешили когда мы читаем в третьей главе римлянам характеристика вот этого человека чем его уста наполнены он далек от бога но знаете но бог являет своей милость он говорит в двадцать четвертом стихе этой же главы получая оправдание даром по благодати его искуплением во христе иисусе братья и сестры вот какой наш бог даром по благодати вот это дает оправдание для грешных людей а когда читаем к ефесянам во второй главе восьмым стихом написано ибо благодатью вы спасены и сиение от вас божий дар братья и сестры это благодать божий дар там нет нашей заслуги это исключительно божья милость и божья благодать к нам я или мы читаем во второй главе тринадцатом стихом ибо он благ добр милосерд долготерпелив много милостив и сожалеет о бедствии когда он посылает эти бедствия бог и сожалеет бог долготерпелив он братья и сестры долго милует людей и тогда когда только беззаконие наполняет полную чаши он отнимает эту благодать и когда люди отворачиваются от этой благодати знаете еще божья милость она сравнивается с такими словами когда читаешь притчи там написаны такие слова благоволение как роса на траву божья милость как роса на траву которая каждое утро покрывает чтобы все росло чтобы наполнять этой влагой все живое и другое еще слово говорится как облако с поздним дождем дождь он также так необходим земле вот так вот милость божия и благодать для нашей земли знаете без божьей благодати мы никогда не будем счастливыми поэтому бог написано когда мы читаем в титу что явилась благодать божия спасительная во христе иисусе благодать благодать это милость божия явилась для нас всех братья и сестры и еще хотелось бы отметить когда читаем к евреям оказывается эту благодать еще нужно хранить братья и сестры 12 глава 15 стихом наблюдайте чтобы не лишиться вам этой благодати некоторые лишаются этой благодати и предупреждает слово божие апостол павер чтобы не лишились этой благодати а пестер еще более конкретно добавляет в чем это выражается мы читаем итак возлюбленные 2 петра 3 глава 17 18 стихи итак возлюбленные будем предварены то есть предупреждены об этом берегитесь чтобы не увлечь заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения но возрастайте в благодати и познании господа нашего спасителя иисуса христа ему слава ныне и в день вечный и он заканчивает этим словом аминь братья и сестры как не всегда будет это море и волны так когда-то придет конец этой благодати и милости как в одном из слов место священного писания говорит я устал миловать знаете сейчас бог любит миловать братья и сестры он любит прощать нас но придет время когда уже не будет этой благодати и поэтому мое желание сегодня поблагодарить бога да его милость и за благодать к нам милость его от века и до века аминь помолимся от века от века от века